Здравствуйте! В эфире новости Карелии в студии Виктория Швецова. Эта неделя для многих из вас проходит в условиях максимальной самоизоляции, но я и мои коллеги работаем для вас и продолжаем держать в курсе последних событий. Главные новости этого выпуска. В Карелии приступил к работе штаб волонтеров экстренной помощи. На какие вопросы отвечает телефон доверия, для подростков. Привет, это Ксения Ларина. Я сейчас дома, потому что мы стараемся работать удаленно и поддерживать период карантина. Редакция нашего телеканала поддержала флешмоб «Я остаюсь дома». Продолжаем информировать вас о ситуации с коронавирусом в Карелии. Напомним, в пятницу 27 марта к жителям республики обратился глава Карелии Артур Парфенчиков. По его распоряжению 28 марта по 5 апреля закрыты все кафе, рестораны и торговые точки. Разрешена только доставка. Продолжили работу аптеки, продовольственные и непродовольственные магазины с товарами первой необходимости, а также заправки. Людям старше 60 лет выделили отдельное время для посещения магазинов в период с 9 до 11 часов утра. Не работают парикмахерские, салоны красоты, солярии, бани и сауны. Временно прекратили свою деятельность секции, клубы, студии. С 29 марта по 4 апреля приостановлена работа общественного транспорта, за исключением такси. Закрыты детские сады. С 28 марта по 1 июня организациям запрещено продавать краткосрочные туры и путевки в Карелию. Туристические объекты показа закрыты. Артур Парфенчиков подчеркнул, что такие меры очень важны. Самое главное сейчас проявить дисциплину и ответственность, не нарушать ограничения и просто побыть дома. Указанные жесткие меры принимаются в целях предотвращения возникновения в нашей республике эпидемии коронавирусной инфекции. Мы должны максимально использовать ближайшие 9 дней для установления всех источников возможных инфекций, для прерывания цепочки распространения этой инфекции. С обращением выступил и председатель законодательного собрания республики Элисандр Шандалович. Он призвал граждан ответственно относиться к карантинным мерам. Наша страна и наша республика принимают исключительные меры безопасности. Делается это только ради одного, чтобы защитить всех нас, наших детей, наших родителей от распространения опасной инфекции. События в других странах показали, что никто не может быть неуязвим, даже самые молодые. Ни в коем случае нельзя недооценивать обстановку, но в то же время нельзя подвергаться панике. Как профессиональный врач Элисандр Шандалович обратил особое внимание на симптомы коронавирусной инфекции и призвал не заниматься самолечением. Перечислю некоторые симптомы, которые могут говорить о возможном инфицировании. Это заложенность носа, чихание и кашель, боль в горле и повышение температуры, озноб и боль в мышцах, повышенная утомляемость и чувство тяжести в грудной клетке, одышка, бледность кожных покровов. Также могут быть проблемы с пищеварительной системой. Что нужно делать? Незамедлительно обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. В течение всего периода повышенной готовности всем гражданам следует максимально ограничить общение, чаще мыть руки, а при выходе в магазин использовать медицинские маски и одноразовые перчатки. Мы продолжаем следить за актуальной информацией. Напомним, она также ежедневно размещается на официальном интернет-портале Республики. По данным на утро 30 марта проведено уже 1165 исследований, на коронавирусную инфекцию. В Республике обнаружен второй условно-положительный результат исследования. Он получен у девушки, госпитализированной 25 марта в Республиканскую инфекционную больницу с признаками ОРВИ. Это результат второго теста. Первый у нее был отрицательным. Биоматериалы пациентки направлены для уточнения диагноза в специализированный центр в Москве. Состояние у девушки стабильное, близкое к удовлетворительному, температуры нет. В настоящее время под наблюдением в стационаре находится 33 человека, 9875 человек на самокарантине и 10 человек в местах обсервации. Единственная в Республике Карелии лаборатория, проводящая диагностические исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, сильно загружена. Поэтому Минздрав Карелии проявил инициативу по созданию дополнительных лабораторий, обеспечив их оборудованием и расходными материалами. Еще три лаборатории в Петрозаводске будут выполнять исследования методом полимеразной цепной реакции. Их уже начали проводить специалисты Республиканской инфекционной больницы и в лаборатории Республиканского кожно-генерологического диспансера. Планируется исследование и в лаборатории системы ВСИН. В минувшую субботу глава Карелии проверил готовность инфекционного отделения Петкеранской ЦРБ. При необходимости оно должно стать стационаром для приладожья. Здесь есть возможность развернуть 40 коек, из которых 12 в реанимации. В ближайшее время необходимо поставить в отделении еще как минимум 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, передвижной рентгеновский аппарат и дефибрилляторы. На данный момент в отделении находится одна пациентка с подозрением на коронавирус, которая приехала из Лондона. Результаты ее первых анализов отрицательные. В целом, по оценке главы Карелии и республики, нужна неделя, чтобы полностью быть готовыми к работе в случае эпидемии. В Карелии приступил к работе штаб волонтеров экстренной помощи. На пресс-конференции в Точке кипения его организаторы рассказали, какую именно помощь будут оказывать волонтеры. Волонтеры экстренной помощи – общероссийский проект. В Карелии в нем объединили усилия региональный штаб Общероссийского народного фронта, Карельский центр развития добровольчества и волонтеры-медики. Точка кипения станет их общим штабом, в котором будет организована помощь для пожилых и маломобильных людей. Здесь уже начал работу колл-центр по поддержке и координации помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса. По телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Первые звонки сюда уже начали поступать. Работает колл-центр в круглосуточном режиме. По республике Карелия мы уже отрабатываем первые заявки, видим основные потребности, это конечно же потребности в продуктах, это будущие потребности в лекарствах, поэтому безусловно здесь нужно отрабатывать и со всеми министерствами ключевыми, мы находимся в тесном контакте с правительством республики Карелия и заинтересованными коммерческими организациями, с образовательными учреждениями, потому что очень важно, чтобы волонтер был мотивирован. К волонтерам, которые будут работать в штабе, предъявляют серьезные требования. В качестве помощников ждут людей старше 18 лет, а желательно и старше 24 и до 50 лет. Чтобы снизить риски, не рекомендуется становиться волонтером, если вы сами проживаете вместе с пожилыми людьми старше 65. Для всех, кто не попадает под требования к волонтерам экстренной помощи, операторы программы готовы предоставить другие добровольческие вакансии. Сейчас волонтеры приступили к обучению дистанционному, после этого мы проводим инструктаж уже лично с ними и только после этого мы можем сказать, сколько точно волонтеров на данный момент готовы помогать. То есть мы сейчас отрабатывали очень много цепочек для того, чтобы создать условия для работы волонтеров. Номер горячей линии 8 800 234 11. Работает она круглосуточно. После звонка заявку заполнят системе ОНФ «Помощь» и передадут в региональный штаб. Желающим присоединиться к работе регионального волонтерского штаба можно заявить о себе, пройдя регистрацию на сайте newdobro.ru. По всем вопросам сотрудничества можно также обращаться в региональный исполком ОНФ в Карелии по телефону 59 57 82. Алексей Неживенок, Владислав Петров, Служба новостей. Петрозаводчан призывают сообщать о нарушениях карантинного режима. После отмены движения общественного транспорта все троллейбусы подвергли дезинфекции. На очереди обработка автобусов. Эти и другие новости – коротко. В Мурманской области ввели режим всеобщей самоизоляции, чтобы предотрудить распространение коронавируса. Выход из дома разрешен в исключительных случаях. Петрозаводчане могут пожаловаться на нарушение карантинного режима в единую диспетчерскую службу по телефону 051. Оттуда информацию передадут в компетентные ведомства. В Карелии утвержден перечень непродовольственных товаров первой необходимости, продажа которых разрешена в период недельных выходных. В него вошли детские товары, средства гигиены, товары для животных и многое другое. После отмены движения общественного транспорта в Петрозаводске все троллейбусы подвергли дезинфекции. Такую же обработку пройдут и автобусы перед выходом в рейсы после окончания ограничительных мер. Предложение арендовать бункер в Карелии появилось на одном из популярных сайтов с объявлениями. Согласно описанию, он находится на окраине Сегежи. Реальное фото в описании не прилагается. С 1 апреля начинается приём заявок на участие в ежегодном конкурсе по благоустройству населённых пунктов, сообщает Министерство строительства Карелии. Победители получат денежное вознаграждение на улучшение облика своих поселений. Все по-разному реагируют на распространение коронавируса. Пока большинство жителей Петрозаводска, за исключением работающих, остаются дома, некоторые, видимо, от избытка адреналина взялись за разрушение. В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Кирова подростки повредили мозаичную фигуру лося. Полиция просит, откликнулся очевидцев. А на знаменитых рыбаках, стоящих на Нежской набережной, за выходные появились защитные маски. Кто побеспокоился об их здоровье, пока неизвестно. Болен или нет? Можно ли выходить на улицу? И как вести себя безопасно в условиях эпидемии? Такими вопросами сейчас задаются не только взрослые, это волнует даже детей. Обратиться за советом можно по телефону доверия. Бесплатный номер 8 800 2000 122 работает в Карелии уже 10 лет. Светлана Воробьева расскажет подробнее. Боюсь идти домой, двойку исправила. Родители все равно не пускают гулять. Обижают одноклассники. В журнале учета звонков на телефон доверия. Весь спектр детских проблем и переживаний. Бывают такие проблемы, которые не обсудишь ни с родителями, ни с друзьями даже. Вот как раз для таких проблем существует телефон доверия. Детский телефон доверия организован в Карелии фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В среднем здесь принимают 20 звонков в день круглосуточно на условиях полной конфиденциальности. Помощь оказывают квалифицированные психологи, прошедшие специальную подготовку для работы на телефоне. Потому что там своя специфика тоже есть. Номер не определяется. Это обязательно. Местонахождение звонящего никаким образом не вычисляется. Разговоры нигде не записываются. Информация без особого желания звонящего никому не передается. В феврале на телефоне доверия все чаще стали звучать вопросы о страхах. Страхи заразиться, страхи заболеть. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев говорит, телефон доверия сегодня – это возможность для подростка снять напряжение в тревожной ситуации, в которой сейчас находится все общество. Буквально вчера у нас был разговор с одной из семей, где ребенок проявил уже довольно серьезные протестные реакции против того, что в семье нагнеталась такая вот очень серьезная психологическая обстановка, неприятие происходящего. В непростой ситуации оказались и родители. Делится с нами по скайпу Елена Антошко. Она представляет в Республике родительскую общественную организацию. Сама в группе риска, поэтому все консультации дистанционно. С другой стороны родители пишут и говорят о том, что школы, переходя на дистанционное обучение, присылают очень много материала, что надо выучить. Домашние задания-то было трудно выучить, а теперь надо самим выучить все то, что учительница рассказывала. И тоже начинается паника. В современных условиях всем приходится учиться жить по-новому, перестраиваться, говорят психологи. И советуют записать номер телефона доверия 8 800 2 122 в свою книжку и позвонить, если столкнулся с трудностями. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, Служба новостей. Большинству мы рекомендуем оставаться дома. Ведь карантин – это не только самоизоляция. Это время для себя и близких, повод начать что-то новое. Как проводят время с пользой на карантине наши корреспонденты в новой рубрике «Карантин с пользой». Привет, это Ксения Ларина. Я сейчас дома, потому что мы стараемся работать удаленно и поддерживать период карантина. То есть не выходить из дома и не оказываться в общественных местах. То есть большую часть работы мы все-таки выполняем дистанционно. Это хорошее время для того, чтобы позаботиться о себе, позаботиться о родных, обнять кота, покормить его лишний раз. Я стараюсь немножко отдохнуть, поиграть в компьютерные игры. Ничего в этом плохого нет. Читайте книги, смотрите телевизор, играйте, отдыхайте, будьте дома. Это были все новости на сегодня. Берегите себя и своих близких и оставайтесь дома. Добро пожаловать в Ксения Лариной. Продолжение следует...